Здравствуйте, мои взрослые любители запретных удовольствий! Общество борьбы с пошаговыми стратегиями... Нет, общество борьбы с зависимостью от пошаговых стратегий представляет очередную серию прохождения Sid Mears Civilization 6 Gathering Storm за Польшу в попытке победить религии. На последнем уровне сложности. И если вы не видели начало, то лучше перейти к первой серии. Ссылка есть в описании к этому ролику. А спонсоры канала всей серии видят сразу. Давайте продолжать. Мы фигакнулись в темный век, как, собственно, и практически вся остальная планета. Удивлен Вавилону Индии. Причем Индия там проигрывает Швеции в войне, но почему-то в темный век не упала. Ну, а Вавилон тут пытается Китай захватить. У нас тут Китай тоже куролесит. Я думаю, что мне надо сейчас все они убрать. Я просто боюсь, что вот этого апостола мне следующим ходом убьют вот эти ребята. Но почистить Сиань от даосизма нужно. А нет, не получилось, к сожалению. Так. Этим парнем я думаю, что я не... Блин, слушайте, тут зона контроля. Тогда мне надо как-то вот так встать. Или лучше... Да, лучше сюда встать, чтобы он этим апостолом сюда атаковал. Я сам атаковать не буду, потому что тут слишком большой плюс в священном месте. Дальше. Значит, у нас темный век. Со строителями можно пока притормозить. Так, этот сюда идет. Потом тут обработает пшеницу. Тут у нас лес. Ну, наверное... Слушайте, я вообще в позднее не хотел все священном месте. Это заготовка стоит на священное место давным-давно. Конечно, так. Что ж мы в бытгоще будем теперь строить? Еда, производство... Банк... Ну, я думаю, шпиона пора уже. Как бы... Хорошо, собор Святой Софии что дает? Миссионеры и апостола на одну больше. Вот это тоже точно надо. Давайте глянем, где его можно поставить. Ага, кстати. Кстати, это хорошая идея. Тут, конечно, хорошая клетка сама по себе, но... Килиманджарж когда-то извергнется, наверное. Давайте, кстати, я Святую Софию поставлю здесь. Ну, ее можно только рядом со священным местом. Поэтому я там выбираю. Так, нету все еще апостолов шведских. Ждем. Тут на 75% снижает. Так, надо в куска, очевидно, завернуть. Или, может, лучше... Ну, уанако 6 последователей. Наверное, уанако лучше завернуть. Блин. Вот это... Вот это... Не фонтан. Давайте сюда скаутом попробуем этого апостола завалить. Так, этот... С утроенной силой в городах других религий. Вантова ее мне надо. Проблема теперь, что они у меня медленно будут ходить. Из-за того, что... Ну, эти-то мне не убьют, но... Немножко ослабят моего парня. Так, давайте вот так плыть. Здесь мы так поплывем. Наконец-то найдем другие цивилизации. И этим флотоводцем сюда и создаем броненосец. И сразу стали варенье открылось. Тоже очень хорошо. И прокачаем, наверное, на перемещение. Так, тут мы стоим. Ну, сюда у меня уже идет рабочий. Так, наверное, надо спуститься на воду, мне кажется. Вот эти рыбы как-то пообрабатывать. Вырубим лес под геликарнас. В лодзе. Ну, я тут промышленную зону закончил. В принципе, я могу уже кампус начать строить на плюс два всего лишь. Священное место на плюс четыре. Ну, мне, наверное, священные места нужны сильнее, чем наука. Если я хочу побеждать религии. Этим пойдем вот сюда вырубать лес. Так, у меня вот тут был миссионер заготовлен чудо на этим. Мне кажется, все-таки там чудо. И я не ошибся. Слушайте, а я его первым нашел? Броненосец? Нет, не первым. Кто-то Эй, Яфаядля, Якудль уже нашел. Заметно обогащает клетки вокруг. Ну, это... Ну, нормально. Так, теперь я хочу узнать, заберется ли руинка. Не забирается. Что, конечно, странно. Рабочими забираются, например, руинки. Почему миссионеры не забирают руинки, я не понимаю. То есть, в чем прикол? В чем тут баланс? Я думаю, они просто не прописали им такую возможность. Вот и все. Так, Варшава растет. Два хода до семи. И тогда я смогу какой-нибудь район поставить. Театралка. Это место для театралки в Кракове. Что я вообще могу? Кампус? Ну, мне тут кампус негде. Промышленную зону могу где-нибудь поставить. А, так я и думал, что надо вот сюда, к ведуку. Ну, это надо будет проверить. Так, давайте тогда мы в Варшаве. Ну, давайте, конечно, в Варшаве шпиона сделаем. Книгопечатание. Вообще, в индустриализацию надо. Уничтожьте врага. Ну, в общем, можно открыть. Я не буду никого уничтожать. Мушкетер, мне даже мушкетеров нет. Хотя их надо бы сделать. Для ускорения. О, в Лодзе минус один. Все еще не могу ни с кем поторговать, кроме Швеции. Не могу. Ну, ничего, я найду... А, стоп. Мне надо союзец. С Конго. Экономический. Так, сделали. Ну, смотрите. Не убил, кстати, не убил. Китай. Нобелевскую премию. Конечно. Сто процентов к типичным бонусам при отравке. Ну, я бы за религиозный проголосовал. Юниты с указанным типом повышения получают плюс 5 к боевую минуту. Опять же... Ну, давайте ближний бой. Тут нету на религиозных. Хотя, какая разница религиозный плюс 5? Это же всем религиозным. И получается они... Для всех работают. Ну, где результаты? О! Плюс 100% в религиозный город. Отлично. Юниты с указанным плюс 5 ближний бой. Слушай, так я тут прям 2 очка получил. За это. Нобелевская премия по физике. Очки великих людей, инженеров, ученых и торговцев. Первое место ускорения технологии. Я на одно накопление ресурсов в городах с университетом. Ну, не то чтобы, кстати, и прям зупа-дупа. Ну, что, у меня не добегает сюда скаут? Разобраться с этими. Как аноидами. 3, 5. Вы знаете, тут один заряд у меня остался. Я бы постоял и подождал, чтобы они убили. Я понимаю, что это снизится влияние католицизма тогда, но я получу реликвию. Я считаю, что тут мне за Польшу реликвии норм будут. Так, лесок давайте обрабатывать. Так, и здесь у меня... Ну, тут надо использовать. Тоже убьют меня следующим ходом, скорее всего, но... Зато, о, я обратил священный город доосизма в католицизм. Кайф. Давайте сразу тут усилим, в общем-то, присутствие. Но, мне кажется, следующим ходом... Меня вот, скорее всего, убьют этих двоих. Кстати, у меня троих, скорее всего, апостолов убьют. Места для реликвий есть. Отлично. Катя, может, еще какой-нибудь город-государство быть? Такой приличный островок. Большой, я имею в виду. Пошли искать второй континент. А там вовсю протестантизм, по-моему. Так, индуизм, доосизм и... Иудаизм, это здесь у нас? Там протестантизм 16 городов и православие 20 городов. Ну, и ислам 7. Если православие, может, это русские? Нет, если... Хотя, может быть. Я не смотрел, как там накапливаются художники. Давайте казармы. Так, деньги есть. Тут все куплено. Великого торговца. 12 ходов. Тут конга немножко под... Ну, знаете, я бы сейчас поднакопил тогда денег, чтобы этого великого торговца выкупить. Это очень хорошая штука. Дополнительно. Ну, давайте смотреть, как тут сейчас моих апостолов будут. Жест... Нет, не убивает. Слушайте, а может, компьютеру прописано, если есть муча, никто не убивать, типа, апостолов? Что за фигня? Я специально оставил, чтобы он атаковал их. Ну, это... Так уж и мне, самому убиться. Это не таверные сайлы, но не увидел бед, который движет на землю. Так, значит, тут у нас экономика. Ну, я бы два банка построил, значит. Давайте пока книгопечатание откроем. Так. Ну, вообще, я пока продолжаю. Я бы продолжал убирать даосизм, раз он мне не убивает этого апостола. Так, а этим я вот тут распространю. Ну, тут, собственно, Чинду и Хандань остались. Причем в Хандане нету священного места, ему негде апостолов, например, будет делать. Тут есть. Ну, и тут, раз ты меня... Блин, ну, я бы все-таки хотел убиться. Тут один заряд остался. Сжечь ее тякаем. Такая музыка величественная. Прям под плавание наших кораблей, которые ищут второй континент. Ну, и, опять же, повторюсь, что, судя по развитию, опять... Вообще, я тоже, вот, интересно, я постоянно на это смотрю, играю в циву. Почему-то всегда круче всех развивается тот континент, на котором находится игрок. Как такое получается, фиг его знает. Тоже, больше всего науки. Самые научно-развитые цивилизации тут. Самые культурно-развитые цивилизации тут. Религии. Ну, вот тут, конечно, не видно, но я думаю, что у них религий в ход будет меньше, чем у меня. И у Швеции, соответственно. Почему? Почему такой странный перекос? А потому что разработчики сделали, чтобы компьютер как бы против вас играл. А не просто играл. Что мне кажется, ну, немножко дебильно. Так, оружейные у меня надо форты будут. Во-первых, два форта просто для себя. Во-вторых, они захватывают территорию. Способность Польши такая. Крутая. Кстати, я вот эту способность, что захват территории обращает города в нашу религию, в общем-то, и не использовал. То есть у меня только один город, вот этот. Не, Шиньян даже. Чанша сама стала католической. Только на Шиньян получилось. И все. Смотрите, сука, тут апостолов-католиков. У нас чернокожих. Верьфь в Легнице. Три хода до возможности строить кампус или промышленную зону. Ну, и что нам тут? Собор Василия Бажены, не знаю. Мавзолей в Келегарнасе? Не надо. Ну, у нас мавзолей вот тут будет. Стены, нафиг надо. Ну, блин, что, строителя сделать? Как раз три хода. Дополнительная претензия, что? Их города обращаю. Ну, что? Убьет он меня этих апостолов, наконец? Нет, не трогает, господи. А здесь? Здесь иудаизм. Ну, вот тут я сейчас, наверное, прикончу своего апостола об этого. Что он сделал для войны? Сейчас, Анта, подведу апостолов. Или не получится, не хватает перемещения? Хватает. Есть. Так, вот у нас шедевр. Появился. Шедевры полякам дают четыре денег, две культуры и еще две веры. Так-то они дают четыре веры. Хотя, что у нас по культуре? Я там явно... По туризму. Нет, у всех... Немного его. Так, хорошо. Теперь этим мы производим осудить Илитика. А тут подходим распространять религию. Ну, я бы лян прокачал такие на... Чтобы мне... Но пока Килиманджаро ни разу еще не действовал. Так, есть апостол, апостол, шпион. Шпиона, наверное, в... А, блин, это же союзники. Они не работают. Ну, получается, надо в Швецию. А в Швеции мне нечего... Блин. Мне надо какие-то города... Да, может, в Дели есть что? Да, очень низкие шансы какие-то. Вообще. Ну, просто в другие города... Так, подождите. Может, я сейчас какой город еще на другом континенте открою? Просто в союзника я не могу отправить шпиона. После некоторых последних патчей. Господи, да где ж... О! Тамара! Ну, кстати, это религиозная цивилизация. Интересно. Наверное, она с православием. Давайте смотреть. Да. То есть, именно Грузия мой основной соперник будет. Ну, что, хорошо. А в Тбилиси? Глянем, что тут у нее торговать можно. Блин, все по одному. Во-вторых, можно ли к ней шпиона? Ну, то есть, что в Тбилиси можно... О, отлично. Хорошо, что я не поспешил. Очень хорошо. Так, вопрос. Вырубать ли мне здесь клетку? Или просто ее обработать? Где пускай в таком виде? Наверное, пускай в таком виде пока работает. А потом... Если Килиманджаро извергнется, и если... Уберет много... Всякого... Ну, все. Кстати, Китаю уже даже негде на данный момент своих апостол, своей веры... нанимать. Миссионерам можно подъехать и посильнее обработать. Что у нас вообще по количеству городов? Пять индуизм, три даосизм, тридцать один католицизм у меня. И на втором месте православие, двадцать один. Ну, то есть, я тут неплохо. И с этого, кстати, я... Сколько уже имею? Пятьдесят шесть науки. То есть, больше трети я имею науки. Своей науки именно от религии. Что же немножко странно, да? Иметь науку от веры. Так, Часовня Великого Магистра. Теперь я могу за веру покупать юниты. Я не собираюсь никого захватывать, но это на тот случай, если кто-то решит меня захватывать. Так, и я хотел покупать вот этого торговца. Открыли меркантилизм. Ну, тут я ничего не хочу менять похуже. Сейчас я гляну. Все религиозные плюс пять кривозные силы, плюс сто от священного места. Нет. Нет, ничего не меняю. Просто ускорил меркантилизм. Давайте в колониализм. Потому что тут у нас два посла, рыбацкие суда производство получают. Это все, кстати, круто. А потом, наверное, в выжженную землю пойду. Две полевых пушки. А я открыл пушки? Я бы апнул арбалеты в пушке. Ни хрена, походу, да? Нет, у нас только тут бомбарды открыты. Так, ну мне надо два банка построить где-то. Очевидно, в Кракове один. Второй можно тут. Но тут у меня открылось... Так, давайте ставить промышленную зону. Плюс два, плюс четыре. Вот тут плюс три. То есть вопрос, надо ли мне здесь ставить акведук. Я бы, честно говоря, оставил эту пшеницу. Я бы просто здесь на плюс три поставил промышленную зону. И было бы достаточно. И тут я тоже бы оставил производство. Но не хочу тратить деньги на эту клетку. Поэтому, ну, банк пять ходов. Это долго. Это долго. Так, давайте посмотрим, где я еще могу какую-нибудь производство. Вот там Айя Софья. Давайте в Быдгоще банк сколько? Три хода. Вот давайте тут сначала... Банк. Может, все-таки тут купить клетку. На что мне вот сейчас деньги тратить этим ходом? Ни на что. И в принципе пока не на что тратить. 314 ход. Ну да, я бы мастерскую... Эту производственную площадь бы начал строить. Значит, не меняем тут курс. И ход заканчиваем. Следим. Где не хочет он атаковать? Тут у меня остается один заряд, и все. И как будто не хотят. Сам убивайся, такой говорит. Об моих апостолов. Мне надо... Где-то у него тут еще ходили апо... Вот, например. Могу я его атаковать? Не могу. Ладно, ждем. О боже, как красиво ты тут приходишь своими апостолами. Прям это очень нравится. Ты решил, видимо, что убил одного... Скаута и все? И у тебя все нормально теперь? Так, опять католицизм преобладает у инка, похоже. Он полностью у анака от католицизма очистил. Сволочь св... Она очистила. Шведская сволочь такая. Так, тут мы... Джинсики... Не, игрушки-игрушки. Игрушки-игрушки. Рыба еще не... Ну, рыбу я вот этим обработаю. Так. Какие у нас тут еще клетки, в общем-то, не обработаны? Ну, вот этот давай, вот этот лес. А так, в принципе, смотрите, я уже практически все клетки обработал. Так, тут давайте ферму. И вот тут я еще куплю... Даже я, наверное, куплю прямо сейчас. Чтобы не досталось... Конга. Этого вот сюда... Нет, давайте вот этот лес сначала. Обработаем. Сейчас будем встречать новые цели. Лахор. Ну, этот город-государство... А вот тут еще кто-то. Хм, Галлы. Так, и что тут у Галлов? Тоже нечего торговать. Да что с вами такое? Как у него разве? 148-93. Ну, пока из того, что я вижу... Так, и он... Так, значит, на нашем континенте четыре религии было. Индуизм, даосизм, иудаизм и моя религия. Так, у них, значит, три. Протестантизм неизвестно. Православие у Грузии. И ислам еще неизвестен. Ага. Ну, даже не знаю, куда сейчас всплыть. Ну, давайте пока так подплывем. В Лахор не хочу отправлять. В Лавенту. Чисто чтобы... Получать кучу веры. 286. И дальше потом в Наску надо будет отправлять послов. Но пока все. Пока все. Так, за счет чего я в этой эпохе могу получать... Ну, во-первых, Айсофию построю, да? Возможно, еще этот Геликарнас. Но в Лодзе слабовато с производства. Потому что сейчас колониализм открывается. Рыбацкие суда получат... Молоточек. Шестереночку. Ну, наконец-то. Доперли. Кстати, почему нет? Давайте еще только мы у тебя янтарь попросим. Как тебе такое? Ух ты. Прям готовы мне за это дело неплохо заплатить. Ладно, давайте так. Хорошо. Это приятная сделка. Вавилония Торговая Республика. Затем, наверное, то, что... Ну, в Ханьдане только, да, Асизн. Затем, наверное, то, что даже он у меня убил одного... Апостола. Эти не... Не перешло... Другие города в его религию. Проверяем реликвии. Интересно, а в Монусен Мишеля никакого там... За... Две реликвии не будет? Ничего. Жаль. Жаль. Ну, слушайте, мне еще четыре реликвии надо. Да, в общем-то. Ой, обожаю... Вот это делать. Просто... Так, тут ноль. Поэтому давайте лучше с утроенной силой вкуска... Распространять. Ну, тут вот все в моей религии. Банзамбата внезапно стала индуисткой, но это... Подождите, я же отправлял сюда какого-то апостола Болонию. Ладно, я уже куда-то его, видимо, в другое место запупырил. Создана реликвия. Чукуита. Теперь опять куда-то отваливается. Только перешел Конго, теперь отваливается снова. Так, ну я бы, наверное, пошел этим сюда, в Альян Тайбо. У Алька Уаман немножко добавил веры. Так, ну тут надо эти морские ресурсы выкупать и обрабатывать, видимо. Болото пока не буду трогать. Сюда у нас и так идет юнит. Сюда тоже идет юнит. Давайте пока так. Мы треугольничек из ферм делаем, чтобы города росли. О, а вот и науча. Ну, блин, видите, я пока ни в Аншан, ни в Болонию не отправляю. Ну, в Болонии есть один. Так, а какие у нас задания вообще? В Лиссабоне обратить в веру. Проложить торговый путь. Обратить в веру. Проложить торговый путь. Вдохновение для гуманизма, но это, по-моему, художника получить. Да, это для меня нереально. Обратить в веру Наска. Проложить торговый путь на Нанмадол. С Йоханнесбургом я воюю. Что он дает, кстати? Плюс одно производство. За каждый улучшенный тип ресурса. Слушайте. Это крутое. Ну, для производства. Опять же, мне пока производство как-то в целом и не особо нужно сейчас. Так, сначала ищем источники. А много тут трое, да, последователей? Не, семеро. Да, тут сложновато будет сейчас Наску обратить. А кто Самарканд берет? Вавилон, что ли? Давайте глянем, кто там с кем воюет. Швеция... А, уже не воюет с Индией. Китай, я так понимаю, воюет с Конго и Вавилоном, да. Тяжеловато. Галы воюют с Грузией, между прочим. А Грузия... С Галами, с остальными. Грузия вообще только еще двоих встретила. А, ну их и должно быть, наверное, четыре, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. То есть, я еще троих не встретил. Нет, то есть, Грузия кого-то даже еще не встретила на своем континенте, получается. Очень странно. Сюда высажусь... В Плотский верфь. Ну, опять, священное место вменяемое. Ну, что, тут строите? Ну, вообще, кстати, можно. Кстати, а почему нет? Давайте я тут мастерскую начну. Вот этим... Сюда пойдем. И тут я отмечу, что тут у нас место для священного. Ой. Мисклик. Так, тут мы строителя, потому что ждали... Вот опять вопрос. Мне лучше промышленную зону строить или кампус? Мне кажется, все промышленную зону. Кампус. То есть, наука... Немножко я из другого места тут пока беру. Не... Не из... Не оттуда, к себе, подумали, а из религии. О, мне даже шедевр готов дать за пряности. Хм. И правопроходы. Ну, слушайте, это интересно. Ну, правда, скорее, мы тут больше за селитру, чем за пряности. Ну, давайте. Даже соглашусь. Ну, уже грузим я прямо... Ну, это из-за разной религии, очевидно. Слушайте, ну я даже удивлен, что я по науке не так уж далеко. Блин, два банка. Открыл теху без ускорения. И бессмысленно банки построил. Так, ну тут ради рыбацких лодок я, конечно, открывал. За каждый город государства, зеленый, которым вы являетесь. Ну, нет. Торговые пути в городах государства плюс два золота. Нет, это я не буду. И менять тут пока ничего не буду, да? Хотя вот можно религиозные юниты в битве можно было бы уже убирать. Мне кажется, я попробую тут поразносить религию еще. Класс, сколько я уже апостолов в шведской? Все-таки правильно, я ей войну объявил. Сюда пойдем. В ануку. Да, напоминаю, что мне не обязательно полностью обращать, да, все города. То есть надо 50% городов, чтобы было обращено в нашу религию в каждой цивилизации. В каждой. И тогда будет религиозная победа. Но на своем континенте я просто не представляю, как можно побеждать, хотя бы вот не выключив Китай, чтобы он не ходил и обратно не обращал. Здесь я надеюсь, что Китай со Швецией будет друг другу мешать. Я потом, хоп, вот такой приехал и всех обратил. Так, индустриализацию. Открываем. Потом, наверное, научную теорию. Да, как-то так. Ну, в общем-то, можно покупать, мне кажется. Или... Что я могу тут строить? Так, во-первых, тут почему АЭС-Офия не продолжается строить в три хода? Тут я, кстати, могу район какой-нибудь поставить. Может, все-таки военный лагерь? Так, кампус без шансов, да, на какой-нибудь нормальный. Хотя бы плюс два, чтобы было. Я про плюс один не говорю. Тогда давайте военный район. Отберем тут немножко территорию. У Чан-Ша. Чан-Ша пиши с буквой А. Три посла, конечно же, в Наску. Еще плюс двадцать веры вход. Здесь. Как я... Вот я просто хочу деньги вот на это тратить. Выкупать клетки с ресурсами и их обрабатывать. Этим рабочим сюда. Тем более морские ресурсы у меня сейчас... Они и производство дают. То есть... Эти города начнут так неплохо работать. Тут лесопилка. Тут мы вырубим под священное место. Пока гуляем. Ну вот я, в общем-то, вижу весь свой континент, так? Ну нет, вот тут, видите, у индуса немного не видно. Пойдем миссионерам куда-нибудь сюда, наверное, пока поплывем дальше. Возможно, тут не будет проплыва насквозь. Что будет жаль, что мы с другой стороны тогда не найдем. Ротамагус. Блин, звание городов. Так. Ртуть мы можем торговать с галом. Отлично. Один, один, один. Так, все остальное у шведа есть. Для торговли. Видите, у швеции... 424 вера. Я просто думаю, заключать с ним мир или нет. Вот как бы сейчас выглядит, что нет. В Кракове банк. Давайте, наверное, на мастерскую или купить. Нет. С высоты покупать, если пока нету фабрик оружейная. Вот тут нам бы военного инженера сделать. Кроме того, мы тут можем какой-нибудь еще район, но кампус некуда. Центр коммерции не нужен здесь. Вместо развлекательного комплекса аквапарк тут надо строить. И театралку некуда. Так что пока откладываем. Так, тут священное место. Теперь мы можем кампус строить. Кстати, я бы тут вот эти выкупил действительно и начал бы кампус строить. Потому что здание-то я выкупать не могу. Значит, давайте так, так, так. И мастерскую куплю. Вот это хорошее вложение денег. По моему мнению. Петра. Варшава так быстро вырастает, кстати. У меня постоянно тут не хватает жилья. Может мне в него какого-нибудь пересадить губернатора. Например, вот Магнуса. Давайте Магнуса излегнется. Потому что я вижу, что Варшава как-то покруче, чем легнется. И растет быстрее, и выглядит вроде как даже получше. Давайте Магнуса в Варшаву. Нет, я не буду соглашаться на эти условия. Странное предложение за такую классную книжку. Три монетки за метаморфозы. Фабрики. Химия. Так, ну тут мне тебе надо этого апостола приговаривать как-то. Надо, чтобы он проиграл, и я получил реликвию. Ну, кстати, и даже я имею плюс 5 от священного места. Это то, что это чужое священное. Не моя религия и не мой город. Но я буду обращать... А, подождите, у меня один заряд остался здесь тоже, да? Да, значит, надо драться. Да, мы тут за инков, конечно, со шведом, со шведкой боремся. О, где у нас уголь, давайте искать. Уже обрабатывается. Да, здесь нужно его обработать. Давайте туда бежать. Кстати, я здесь построил военный лагерь. Вот, захватил. Ну, это и так было моим, а вот это одну клетку. Все, лишь захватил после военного лагеря и все. Не хочу апгрейдить. Там можно проапгрейдить скаутов в более современном. Не хочу. Так, к какому-то городу идет. К Плотску, да? Да, давайте к Плотску. Пускай 9 населения там станет. Какие еще морские ресурсы я могу купить? Ну, вот этот краб еще в третьем радиусе, в принципе. И вот этот краб. Тут еще рыбы. Ну, давайте сюда все-таки тогда. Ну, и что, не проплыть? Не проплыть. Жаль. Везувий нашел. Еще на следующую эпоху отсчет не идет. А, я новый, я второй уровень с Уинг, с инком получил. Значит, что я открыл всю территорию, которую видит он. Так что можно тут уже не лазать. Давайте кальянтайбы этого миссионера вернем, хай он его обращает. Там еще поселение, химия ускорена. Ну, мы паровой двигатель пока открываем. Давайте просто паровой двигатель. Увидим, какие тут еще техи у нас. Может, они там мне более нужные. А может, Куануку пробьет? Этот не сильно, он просто в два раза больше обращает. И, соответственно... Не, Куануку это слабовато будет. Ему сюда надо, конечно, идти. Нет, я не хочу воевать с Ганди. О, обломок Животворящего Креста. Вообще, это должна была быть первая реликвия для католиков. Темпло-майор, отлично. Плюс один к довольству от развлечений за каждую клетку озера в пределах одной клетки от Темпло-майора. И плюс одна пища, одна пройдет за каждую клетку озера в Империи. То есть у меня теперь все озера еще плюс к производству. В Варшаве крутая промышленная зона появилась. А сейчас, во-первых, смотрите, видите, появилась еда и производство на озерах. И, в принципе, я считаю, очень неплохо. Нормальный у меня тут озера, да? Ну, просто есть тут две рыбы есть. Во-вторых, реликвия еще одна. А у меня раз, два, еще четыре можно куда-нибудь впупурить. Осудить еретика. Дальше. Мастерская. Ну, фабрику. Фабрику еще Ападана, кстати. Но это рядом с центром я не хочу. И я жду тут 13-го жителя. Театралку бахнем, да? Великие Зимбабве. Это рядом со... Ну, хорошее, кстати, чудо, но... Не в этом городе для меня. Так, во Вроцлаве инженера военного сделали. Фабрику, наверное, тоже. В Варшаве промышленную зону мастерскую. В Люблине Темпла Майор. Это, конечно, круто. Ну, наверное, я бы купил вот эту клетку. А хотя я ничего не добавлю этим военным лагерям, кстати. Хорошо, что у нас тут с производством? Промышленная зона на плюс три. А, и тут я еще Акведу, кстати, смогу поставить, да? Только вопрос, надо ли. Я, наверное, просто промышленную зону тут на плюс три сделал и все. Так достаточно. Будет. Три хода. Ну, я... Выглядит так, что я в героическом вываливаюсь. Даже если вот сейчас начнется отсчет десяти ходов, я уже явно буду в героическом. Так, этого сюда. А я, по-моему, какого-то отправил, да, на этот уголь? Вот этого сюда. Уголь нам везде нужен. Так, теперь где мне два форта поставить? Вот в чем вопрос. Чтобы такое отжать. То есть, вот если я здесь ставлю, то я вот это ничего не отжимаю. Вот тут надо поставить. Один форт. Отожму вот эту клетку. Ну, я могу и здесь форт поставить, собственно, и... Чтобы военный лагерь... Надо ли мне тут военный лагерь в Бутгоще? Мне кажется, мне воврот славе выше крыши. Так что так и сделаю. Плоцк. Опять у меня сомненно. Ну, давайте священное... Или... Не, давайте священное место. Норвежцы. Прикольно. Ну, надеюсь, это не они протестантизм тут? А, вообще, это религиозная цивилизация, точно. Это, конечно, Норвегия. Да, у них же здание религиозное, ставкирка это. То есть, они на религию обычно... Хорошо. Что у них из ресурсов есть? Нифига. Хотя, кстати, у меня тоже нифига нету с ними торговать. Так, этого парня можно уже на автомат ставить. Тут я... Панамский канал. Что Панам... Ну, 7653-то совсем грустно. Ну, слушайте, я как бы только, грубо говоря, в развитии только Конго проигрываю. О, господи, Конго уже в информационной эре? Серьезно? Это где вообще? Конго в информационной... Это я мог такое ожидать от Вавилона, но чтобы Конго уже в информационной эре было. Трындец какой-то. Кстати, по культуре очень плотненько. Да, ну... Может быть, даже что-то и получится. Так, давайте пока тут на производство только переключу. И в Гнездное и так у нас все на производство, и тут гавань делается. Вообще, конечно, интересно. Так, там, наверное, Лавенту, а Лиссабон. Ну, Лиссабон не страшно мне. Так, Собор Святой Софии. Это у нас просто плюс четыре, и миссионеры-апостолы на один раз больше. То есть, я надеюсь, в героическом... Я не знаю, просто я не помню, будет ли у меня в героическом веке такая способность, на вот как было в прошлом героическом веке. Но в любом случае, именно в следующей эпохе я буду все распространять. Это шелестная дорога, канал, Панамский канал. Что у нас... Четыре очка осталось, да, от героического? Да. Да. Блин, вот его апостол. Мне надо как-то свое... Ну, у меня, правда, два заряда еще есть. Вот теперь следующим ходом можно и попытаться... Так, я вижу всю территорию инка благодаря нашему союзу. То есть, собственно, что он видит, то и я вижу, и тут я не вижу его никаких... Апостолов. Да, я проатакую. Тяжелое поражение. А у него участник дискуссии. Так, тогда давайте я пока распространю в Куска. А вот этого как раз поведу с этим апостолом. Он должен его убить. Так, союзы у нас нигде не закончились? Нет, зато уровень с бамбом к зингой повышен. Да, конечно, поменьше стало денег, потому что ушло от золотого века. Но все равно 21 деньга от каравана. Это очень неплохо. И 6 производства еще к этому. Плюс. Это все очень круто. Так, и этот у нас скаут пойдет этого апостола сжечь, как еретика. Ух ты, Египет встретил. Вот в 5-й циве Египет была религиозная цивилизация. В 6-й, по-моему, нет. У них там, по-моему, вообще нифига нету. Так, просто раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Еще одну цивилизацию не вижу. Только. Всего лишь одну цивилизацию. Египет тоже так. Ну, тут даже видно, вот, по общему лидеру, что тут 43 техи Конга, 41 теха. Блин, короче, все на моем континенте на первых местах. Так у меня даже 39 тех. Слушайте, я вообще даже так недалеко совершенно. Вообще прикол. То, что я по науке на божестве играю через религию недалеко, это меня очень сильно удивляет. Знаете, это тоже на автомат. Промышленная зона, мастерская. Что у нас тут? Какие у нас тут техи оказались? Баллистика, вот как раз пушки. Ну, я там, по-моему, уже открыл, где они были нужны. А вот, как и на два форта. Ускореньицы. Давайте научную теорию. Тут еда от плантаций плюс. Так что научную теорию пока будем делать. Так, кто же последний остался? И я всех нашел, кто религии основал? Протестантизм у нас норвежец. Ислам не нашел еще. Да, вот кто-то неизвестный. Может, араб, кстати. Как у нас тут? 13 протестантизм, 23. Православие-то давит протестантов. Знаю, как я там буду, конечно. Но мне нужны апостолы с конкретными прокачками. А дело в том, что без Еревана это очень непростая задача их получать. Понимаете? Вообще, на Болонию индуизм. Мне бы на самом деле сначала Индию переконвить. Я даже не представляю. Это я просто думаю, сколько мне апостолов понадобится, чтобы это все сделать. И диву даюсь, честно говоря. И, по-моему, Конга никак с своими апостолами ничего не делает. Охренеть. Орвежец меня осудил. За что? За то, что я не протестант? Разве это повод? Скажите мне честно. Разве это повод? Ты, вот представляете, вот мы бы в нашем мире нас бы осуждали только за то, что мы не протестанты. Было бы так грустно. Или весело. В зависимости от того, кто вы. Протестант или тот, кого осуждают. И вообще, это было бы крипово, конечно. Такой идешь, ты кто? Я такой, я иудей, я тебя осуждаю. Такой, говорит, чувак протестант. Идет дальше. О, там еще и с кельтом норвежцы воюют. Но викинги всегда набеги делали на британские острова. Там, считайте, на кельтов тех же. О, тут есть проплыв. А вот и последняя цива. Отлично. Кстати, я не посмотрел, если чем торговать с Египтом. А у нее дофига всего, кстати. Ну, тут как бы пофигу чем. Давайте, чтобы другим не доставался благовония, например. Вот так сделаем. А у немца? И у него есть чем. Так, может, кстати... Что-нибудь ему дать? О, еще у них проверить надо эти реликвии на всякие пожарные. Блин. Готов чай отдать за четыре? Пффф. Да. Янтарь у меня есть. А что с Египтом? У Египта тоже нету. Вот, например, жемчуг, гипс, вино и киты. То есть я ей 145 влияния дам. Готово она за это? Да, готово. А если 45? И за 45? Вы прикалываетесь? Ну, это... То есть они все еще за это мировое влияние кучу ресурсов дают. Ну, правильно. Знаете, он, наверное, за 21 она будет давать, потому что, типа, за один ресурс 4? Нет, за 20... Подождите. Только что же за 25 готова была. Или мне показалось? О, за 29. Ну, отлично. Так, значит, у Германии и Египта никаких нету реликвий, у кельтов нету. Но я всех проверю, на всякий пожарный. Так, Китай. Вавилон. Ведь с Вавилоном надо союз перезаключить. Норвежец нет. Норвежец нет. Грузия. Нет. Индия. Нет. Так, у Египта я вроде смотрел, но на всякий пожарный, опять же, нет. Швеция. Нет. Инк. Нет. И немец. То есть все, все. Я почти не понимаю, как я еще не победил религии. Почему все не... Потому что у меня, у моей религии, извините, раз, два, три, четыре, пять, шесть реликвий. Самые крутые, причем. Зуб пророка имеет. Обломок животворящего креста. Скунский камень, я даже не предполагаюсь судить, что это такое. шкатулка евангелиста и пояс Пресвятой Богородицы. Вообще то. Так, Хамурапи. Дружбан, посольство и какой у нас был союз? Наверное, ну, я бы, какие-то религиозные заключил. Просто вполне он уже полностью обращен. И он как раз может оказывать влияние. Блин, вернула Китай. Он на мои города не оказывает влияние, религия на чужие оказывает вполне. Блин, нафига я в бытгоще все-таки построил военный лагерь. С другой стороны что тут еще строить? Так, мастерская, фабрика, кампус. Давайте начну мавзолей в Геликарнасе. здесь я все куплю. Так. Блин, я уже в героическом веке, а тут даже еще начался отсчет 10 ходов. Пекин. все китайцу не нравится, все увеличиваются претензии, что я в города обращаю. Так, плантация плюс 1, производство поселенцев. Кстати, а что я вообще не использую? Ну, они мне, честно говоря, и не нужны, да, эти черные карточки никак мне тут не помогут. Пока все остальное. Ну, давайте вот эти религиозные юниты плюс 5 к религиозной силе я бы убрал. давайте, уже бонус соседства для промышленной зоны поставим. 63 науки от верования. Класс. Пабрика завершена, угольную мы купим, я думаю. Так, и вот теперь театралку здесь. Дальше два посла. Ну, наверное, уже надо в научные. По-моему, ни Лавента, ни гигантская голова, ни Лавента, ни Наска не нужны мне в плане сюзеренов, то есть я от них никаких таких офигительных бонусов получать не буду. А вот тут наука от университета есть, и у меня семь науки добавилось. блин, там миссионера убьют, как раз его убийство мне ничего не даст. Таро Угам, это был третий научная ГГшка, ее немцы захватили. так, давайте объявим дружбу с немцем. Почему нет? Давайте посольство. Нет, союз я с ним не хочу. Давайте открытые границы. Ну, что ж, хочет немножко денежков, понимаю его. Это я ради кругосветки. Хочу посмотреть, как в моих городах со счастьем. Я тут так выторговал, да? Три довольства. Куме самый большой город Вроцлав, да? Да, то есть, конечно, Пенгалу бы лучше во Вроцлаве иметь, но пока где получается. Не хочу пересаживать, честно говоря. Так, Варшава на рост. Давайте. У нас появился Магнус, это дополнительно строительную инженерию, наверное, стоит открывать. Я вообще даже не знаю, надо ли мне еще что-то вообще открывать на веру в социальных политиках, или... То есть, я вроде все открыл, все, что требовалось для возможной... Осталось только накопить веры и как-то так вот один раз бахнуть апостолами. Получится? Так получится, не получится, но... Сэляви. Два района пригорода, два форта это я, кстати, делаю. Где у нас тут этот парень, который первый форт? Смотрите, сейчас будет захват вот этой клетки. Еее! Красота! А второй я тут хотел сделать. кстати, обретите внимание, что районы не захватываются, то есть, я поставил вот эту клетку я захватил, а вот эту нет, потому что это районы. Соответственно, если я форт тут поставлю, то эту клетку я тоже не захвачу. Так, давайте мы в Познание священное место таки только передадим. так плюс 3 20 ходов фига у меня поздно не говнина какая. Ну, просто плохой город на самом деле. ну, наверное, тут верфь надо будет купить, иначе это просто будет строиться фиг знает сколько. Так, а где хорошо, где мне тогда еще один форт поставить? Ну, я могу здесь, но это как-то далеко идти долго, то есть, я бы захватил эти две клетки, опять же, они мне не для чего. Я тут хотел, но тут, видите, я уже случайно военный лагерь поставил, но больше, в общем-то, и негде. Нормально, так что я тут поставлю, захвачу эту. Ну, мне просто надо два форта, чтобы было. Я, в общем-то, начну вот эту баллистику открывать, которая и требует два форта. так вот тут мне не нравится вот этот апостол с миссионером, потому что я миссионера не буду тут высаживать, а вот тут мы хамурапи. ну и что в итоге, он так ничего и не захватил, да? Отлично, повоевали. Сейчас эти отдал реликвии, отдал 10 угля ради сомнительного удовольствия войны с норвежцем. Так, баллистику отложим. При помощи вот эту можно открыть просто, даже может в столеварение через канализацию в столеварение, уфига себе. Давай науку пока просто открываем. Так, где апостол? Умираем. Да, книга то-то. Еще три реликвии возможны. тут я высажусь. Кстати, а почему зона контроля не действует? Нет, все-таки действует на миссионера, сорян. Блин, он миссионера убьет, апостол. Вот это не очень хорошая штука. Хотя, я надеюсь, он будет атаковать другого апостола, и тогда у меня миссионер, не миссионер, а скаут убьет его апостола. да, похоже, что у них континент похуже. Дверфь куплю, электростанцию построю. по великим людям надо посмотреть инженер инженер и флотоводец. Остальное вряд ли. Дает тысячи единиц науки и культуры присоединения. У нас уже ученые из эпохи атома, кстати. Так, на минуточку. Ну что, тут была атака? Нет, он сваливает, блин. No good. Блин, теперь индуистский. Да какого хера? Слушай, индус, почему ты прешься к инку, а не к шведу? Четыре апостола индусских, ну? это будет тяжело. Много наших полегло. Рурочку, кстати, можно будет поставить. А, 89, в Кракове 73, рурочка не ставится. В Варшаве 58, в лю... Ну, слушайте, в быткоще, рурочку это даже хорошая идея. То есть, давайте строителя доугольной вот так мы сделаем. Потому что он потом там дальше будет строить. отмечаем, что тут у нас планируется руренция. 430 веры вход. Нет, уанаку. 6 производителей. производства просто на ровном месте. шахту на уголь. А, это моего миссионера, видимо. Ой, мискликнул, хорошо мискликнул. Отошел там от его апостолов. Нормально. Так, тут мы прокачаем на... Блин. Ну, давайте надо нейтрализовать губернатора. Это как-то вообще, на самом деле, не особо крутые улучшения. Я бы, взял какую-нибудь третий технологии. Влюбление. Банк и фабрика. Ну, фабрика. угольная. Блин, слушайте, у меня там Джеймс Ватт. Где мне его вообще... Вот тут можно будет, да? Да. Сразу создаст фабрику. Чеченица почекуток Медресе Санкаре. Ну, это все фигня. Это все чудеса фигня. Галы осудили. Вообще не пофигу. Че-то погнала, по-моему, Тамара. Так, тут пока все еще ничего не меняем. Хотя там новые карточки не появились именно в гуманизме. Да, 4 очка великих инженеров и 2 очка за каждую мастерскую. А тут про художников. вот, мне кажется, не надо мне это. Нет, мне это не надо. Есть. Так. Ну, че, мачу? Уанаку там, по-моему, уже с ним ничего не сделать. А я кучу самобра... Да емое опять мисклик. Конечно, управление в 6 циве это просто за гранью добра и зла. Так, еще. Куча угля у меня завались. То есть, я тут могу фабрики полить только в путь. и форт. Видите, вот эту клетку не захватывает, потому что это не третий радиус, а четвертый. Так, значит, мы тут ускорили баллистику. Давайте, собственно, ее и откроем. две пушки тут уже нечего ускорять, да? Ну, давайте, губернаторы нейтрализуем рассмотр в 90%, как раз прокачано на это. Слушай, так сейчас тут кругосветка я не хочу сейчас кругосветку делать. еще шесть ходов. Давайте просто поплаваем. Амфитеатр археологический. Так, 200 науки, 107 культуры. Ну, Конго, Кон, и Индия, кстати, что странно. Индия еще очень хорошо выглядит. Так, фабрику мне там великий человек вроде должен сделать, если его, конечно, никто не перекупит. Два хода и три хода. А это значит, что здесь надо какой-то другой район. Канал нафиг надо, дипломатический квартал. За каждую делегацию или посольство другой. плюс один посол за нахождение рядом с центром города. Слушайте, может дипломатический район поставить внезапно. Ну, блин, кампус тут вообще никакой. Ну, блин, зачем? Давайте, дипломатик. Как раз центром города я могу это сделать. большинство городов инков теперь исповедуют мою религию. опять инки под моим влиянием. Все, не могу никак этого. Китайцы тоже. что по 5, 4, 12, 21. Ну, вот у меня будет ну, слушайте, идаизм уже 17. В каких городах он 17? Это что там, шведка, что ли, понаставила городов иудейских? Что за влияние такое недетское? Археологический биржа. Ну, не знаю, мне тут ничего. Знаете, можно собор Василия Блаженного ради реликвий, но опять же, а, и плюс 100% религиозного туризма в этом городе. Ну, опять же, с центром города, во-первых, я не хочу, во-вторых, ну, не знаю, у меня тут еще вообще под реликвий дофига слотов. Может, биржу, чтобы прям все... Я юниты за веру могу покупать, а здания за деньги буду. Слушайте, а может попросить кого-нибудь с инками повоевать моих союзников, с инками со Швеции? Например, вот. Почему тут нету... Или он уже воюет со Швецией? Подождите. Нет. Почему я не могу попросить вступить в войну? Хорошо, что Конго... А, вот тут есть. Ну, он дофига, конечно, хочет всякого. А если мы тебе вот этих дадим? Отсыпем. За сотку в принципе готов. золотов. Давайте. Не знаю, может, Вавилон тоже попросит. Но он будет зависеть от того, что он попросит. О, у него есть реликвия. Так, пофиг на войну, главное, чтобы он мне реликвию выдал. 45. Внезапно откуда-то у чувака реликвия появилась. 11 золота в ход. Давай я тебе вот алмазики выдам еще. 7 золота в ход. Давай, может, еще уголек. О, отлично. Так. Ну, надо проверить остальных, ребят, раз у Вавилона появилась реликвия, то и могла у кого-нибудь еще появиться. Так, это артефакт, это не реликвия. А жаль. Так, ну, я проверю, что у него больше нету, а, знаете, могло быть всякое. У Швеции нету нифига. Нету. Ну, еще одна реликвия. Тоже приятно. я тут от реликвии получается имею, считайте, 48 веры, 32 деньги и 18 культуры чисто от реликвии. Ну, 16 культуры. Берем эту одну. Приятно. Приятный бонус. у меня уже все клетки обработаны, я смотрю. просто уже нечего в городах делать. Ну, не в городах, на территории. А, у меня там еще, я вспомнил, как у меня гнездо не обработано нифига, вот, где и что мне надо делать. Да, венецианку построим. Я, собственно, для этого тут и ставил промышленную зону. Фабрика. угольная или банк. Давайте сейчас обманк. Баллистику открыли. Ну, давайте сталеварение. А, нет, канализация. Тут переработка. Ой, пошли в переработку. Сначала нефть откроем. Опять апостолы индусские куда-то я вот это перемещение юнитов, конечно, компьютером, это что-то с чем-то. Так, я могу еще какой-нибудь шпион? Нет, у меня пока один только. Религиозная агрессия. фига сия. Если они выполнят, то каждый участник получает реликвию. А если не выполнят, то влияние религии цели... Ну, я против, может, пускай не приму, но проблема в том, что обратить Сиан обратно, а это у меня проблема, как бы не смогу этому помешать. Я даже не знаю, что... Ну, они только реликвии. Если бы у них влияние повышалось, то это было бы да. Скорее всего примут, да, при... Нифига себе. Тамара влилась, Харальд, Ганди, Кристина, все влились. Ну, жалко, но я не мог вообще никак это перебить, ведь там 32 голоса. Так, строительство всех чудес, создание строителя, это мне ничего не надо. Давайте смотреть, насколько это вообще возможно... А, так все уже. Уже сянь, все это уже выполнено. Зашибись. Слушайте, мне надо немножко проектов поделать. Я бы хотел Нобелевскую премию... Я пока катя до третье место, я бронзу какую-то получаю. Так, инженеров, ученых и торговцев. Значит, здесь... А что у нас там вообще? Торговцы, ученые. Так, давайте в Люблине исследовательские гранты. В Варшаве логистику. В Лодзе... Ну, тут нету смысла, я просто не успею до конца. в Плотске два хода. Можно давайте логистику промышленной зоны и потом консульство. А, слушайте, я могу их купить. Я бы купил. Полностью дипломатический этот забили. Так, тут давайте опять же логистику инвестиций в центр коммерции вот так сделаем. Этого я сюда хотел. Наверное, переброшу просто. просто пытаюсь не провести кругосветку. Езжу тут так. Ну, пока никуда. Хотя надо в аншван бы троих забросить гнезно маяк. Тут естественную историю наконец-то аквапарки смогу построить. Ничего тут не хочу менять пока. конго смотрю, конго в свои города распространяет католицизм. И я встретил Ватикан. О, Ватикан. Слушайте, я и забыл, что он в 3-й еще город есть. Так, Мавзолей в Геликарнасе. Красивая лодь стала. Так, слушайте, Ватикан. И там, по-моему, плюс 100%. При активации великого человека он распространяет 400 влияния вашей религии, основанной вами или преобладающей на городах. Ну, такое. Иерусалим, по-моему, прикольный, что когда вы становитесь сюзереном, он мгновенно в вашу религию и еще на 100% влияет на города вокруг. Такое. 400 влияния вашей религии при активации великого человека. Но мне все равно надо в Ватикан отправлять. Клеопатра. Давайте посмотрим количество религий там. У меня 480 вход. 180 Грузия, 170 Швеция. Ну, по количеству религий, конечно, выглядит, что я могу попробовать победить. Так, давайте я лян добью, чтобы не повреждались Келеманджаро. И заберем флотоводца. флотоводца. А, стоп, смотрите. не допустить. Наоборот, это я должен. Сянь. флотоводца. так, так тут меняется, ребята. Это значит, что нам нужны апостолы. так, тут все по-другому стало. Ух ты, опять осудить ретика. Боже, сейчас Уанак уже индуистским станет внезапно, прикиньте. Так, ну, в принципе, я тут уже стабилизировал ситуацию. Я очень сомневаюсь, что Швеция или Индус смогут эти все города перебить с такой количеством религии. Вот. с Китаем бы мне закончить. Блин, сделал кругосветку все-таки. А-а-а! Сколько там ходов оставалось? Три. Ладно. Хрен с вами. Тоже сейчас, наверное, на автомат поставлю. Как у нас тут с Нобелевской премией ситуация? Я все еще отстаю. И ходов у нас два. Как-то, не знаю, если я... Ну, ладно, давайте два хода. Мне кажется, это все-таки засчитается. Угольная логистика. Геликарнас. верфь... верфь... Давайте, наверное, фабрику куплю, а верфь построю. Кстати, я теперь два раза могу его использовать. У меня где-то еще не создана фабрика, какой-нибудь производственный район. есть... Блин, я тогда зря тут фабрику купил, я мог ее... Блин. Опять тупанул в очередной раз. Так, закончились союзы с инком и... Китай... Критик Китая может быть сейчас со мной не продлить дружбу. Возможно. Так, с ним все еще военный. Просто очень много претензий... Ну, хотя 134 не продлевает. Маловато все равно претензий. Китай Культурный. Ну, чтобы его города не влияю, хотя я сейчас в героические выйду все равно. Я напоминаю, что у меня каждый дает плюс к дипломатии от каждых всяких посольств, поэтому мне их надо делать. Сейчас проверю, что я тут их реально везде посольства, где можно, отправил. А вот там, где красные, они не примут их. Блин, плюс 3 от Геликарнаса, плюс 5 от Кругосветки. Это видите, сколько я на следующую эпоху потерял, считайте, очков эпохи. Кстати, с этим интерфейсом нету этой кнопки больше не спрашивать. Что там было написано? Конго к какой победе? К военной? Ну-ну. Блин, варвары у Конга разграбили мой караван. Так, значит, во-первых, смотрим, какие тут прокачки нашим апостолам приехали. Мимо чуда проходя, да, наверное, это возьму, причем я, собственно, здесь ее и, наверное, надо ее взять, потому что, извините, чудо здесь. К сожалению, нету смысла ходить. Так, а у этого что? Фигня полная. Это вообще ничего, у меня варваров тут нету. Апостол лечения юнитом тоже нету. Давайте просто пойдем пока к сиянию. и вот тут возьмем прокачку. Да, может, еще тогда апостолов сделать? Я просто, боюсь, не хватит. еще сразу следующий. Нифига я тут проектов начитал. Сразу Эйфель появился. Давайте тогда сразу и рурку поставим. Раз у нас Эйфель есть. Если кто будет говорить, что правильно Эйфель, то он как бы француз. Там ударение на последний слог. Вот биржа. Ну, правильно, конечно, биржа, но я теперь буду все по-французски говорить. Поэтому биржа. Биржа, кампус, гавань. Вот это вот все. Монумент, собор Василия Блаженного, все фигня, торговца. Знаете, пока он там не разберется с этими варварами, неохота. Давайте еще логистику в промышленной зоне. Так, я тут вообще по... О, уже серебряное. То есть получу ускорение технологии, повышение накопления ресурсов в городах с лабораторией и ускорение двух технологий, значит. Возможно, ну, слушайте, тут недалеко. Мне вообще далековато, наверное, не хватит мне все-таки очков. Я бы убил этого военного инженера. Фиг ли он тут ходит? Так, ну, теперь просто еще, чтобы было плюс два к производству от фабрик. Потому что больше мне, на самом деле, фабрик негде поставить даже. Лоскарина, Бубулина, мой любимый флотоводец в этой игре. Так, тут везде католицизм. Пошли теперь с апостолами индуса воевать. Так, на автомат поставлю. В плотске логистика. Нет, давайте тут уже уголь. Или сколько ходов? Нет, два хода нету смысла проекты делать. Если бы еще один был, тогда бы можно было попробовать. Но два хода значит точно не пойдет в зачет. Шпионов нет. Давайте торговцы отсюда пущу. Авиация, химия, электричество это два капера. давайте канализацию пока. Все равно стали варенья собственно через канализацию идет, да? Прямо стали варенья и пойдем, чтобы стены появились. Меня все равно прикалывает, что я по науке норм. Кто-нибудь в ракетостроение кстати вышел, так проверю на всякий пожарный. И я так и не понял, вот ваше предположение, это по-моему еще в прошлой и в позапрошлой серии было, что Конго уже в информационной эре, причем вот в этих каких-то техах. Как он сюда попал и в какую теху вообще? И зачем? Так, вообще у нас пока еще затопления нету. Хотел сказать, что надо бы следить. Ух ты, у нас тут два шпиона у меня в горы, в кракове. Мне надо бы какого-то против них подставить. Археологи появились, аквапарки появились. Вот это все я с большим удовольствием бы источники исторического места, куча. Ускоряем Эйфельку. Так, Сиань, сколько там осталось еще? Восемь ходов. Так, и какой итог, кстати, по Нобелевской премии у нас? Второе место все-таки. Ну, нормально. Жалко, чуть-чуть не хватило до первого. Если бы я раньше немножко заметил, что я делаю, что там проекты идут, ну, все равно ускорение двух технологий накопления ресурсов в городах с лабораторией. То есть у меня лаборатории будут тут вот давать дополнительное что-то исторического места. Это следующим ходом мне дадут, я так понимаю. Так, что тут с апостолом? с утроенной силой. Вот это то, что надо. Вот это тот апостол, который нам нужен в Сиане. Я бы даже сказал, необходим. Должны победить этих апостолов. Во-первых, все они само по себе уменьшаются, как видите, у меня сила, но маловато тут католицизма. Я думаю, последняя битва доосизма. Так, а что нам тут строить? Может, нечего? И тогда имеет смысл археолога построить, а не покупать? Наверное, так и есть. Ну что, может, еще и индусов войну обидеть? Ладно, он идет апостол. Ну, поставь сейчас. Подождем. Так, излегнется. Я хочу куда больше производства. Все-таки они денег, но, судя по всему, пофигу. Давайте посмотрим, что у нас Конга реально весь в моей религии, что он очень хорошо это использует, влияет там вокруг. Это здорово. Так, где у меня моя каравелла на автомате? Мои каравеллы, вот. Хочу сюда распространить ну, использовать флотоводца и уровень дать. Так, банк, четыре хода до кампуса. Давайте, наверное, каперов сделаем. Мне надо два капера. Блин, тут канализация уже не дождались пригородов. А, так она ускорилась и так, она была ускорена, да? Так, тут каперы, тут сколько каперы строится? четыре хода. Мне лучше там два капера просто сделать и успокоиться. Или в Варшаве, сколько в Варшаве капер? Один ход, о, вот так, зашибись. Естественная история, мистицизм, там, по-моему, есть один посол. Давайте, кстати, у нас пять послов. Я сейчас ставлю первый посол дает бонус. Вот так. И отправляю в Аншван и Ватикан. Так. Отлично. Теперь в Аншван и Ватикан оставшихся. Еще один посол пока подержим. Дополнительная наука, дополнительная. Если у меня в этой игре будет больше всех науки с такой вот при игре вообще через лигию всего лишь с тремя хреновыми кампусами, я просто офигею, честно говоря. Буду честен. Так, а что тут делает рабочий? Куда я его направлял? А фиг его знать. Ну, давайте в Гнездно. Что я с Хронисбургом воюю, так давайте поубиваем его. Вот это тоже мне нравится в шестой циве, конечно, что если ты морскими юнитами атакуешь наземные на море, то морские вообще не получают никакого урона. По-моему, это логично. То есть, они там плывут на какой-то канонерке, но, ну, кстати, в Humankind это интереснее сделано, Eventless Legend. Ну, что ж, на этом выход в новую эпоху заканчивает эту серию. Спасибо, что смотрите, спасибо, что болеете. Очень необычное прохождение получается пока. Напоминаю, что спонсоры канала прямо сейчас могут начать продолжение серии вкладки сообщества, для всех остальных оно появится завтра. Играйте в умные игры и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях, а также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.